Приветствую вас. Я полагаю, что основная проблема в том, что заключается ваша, что вы пытаетесь справиться с тем, что происходит. Понимаете, как вам так сказать, попытка справиться с ситуацией мало чему на самом деле приведет, потому что вы только и будете делать, что подавлять свои чувства, свои желания, вы только и будете делать, что убегать от своих чувств, от своих желаний вы будете убегать. И, в общем-то, мне думается, что здесь нужно в первую очередь раскрыть свои желания, свои чувства, раскрыть. То, что стоит за этой зависимостью капель у вас появилась, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что... она не могла взяться из ниоткуда, не могла взяться из ниоткуда, не могла взяться. Просто... Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. Поэтому это, пожалуй, первое, что нужно вам отметить. Какие у вас потребности, да, вот, прям конкретно. Все, 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 все вы нуждаете конкретно, вот. Чего вы хотите, опять же, опять же, конкретно. По моему мнению, в первую очередь, нужно именно на это обращать внимание, по моему мнению. Дальше, расстались с парнем, не могу перестать смотреть его страницу в соцсетях, не могу перестать. То есть, хочется, я себе запрещаю, да, так получается. Смотреть страницу хочется, я себе запрещаю почему-то, да, почему-то и из-за чего-то, я себе это запрещаю, не позволяю, вот, и соответственно еще сильнее, начинаю к этому стримит еще больше, если сильнее только хочу. Вот, дальше. Иллюзия, что он рядом. Вам это, опять же, вам эта иллюзия нужна. Потому что то, что не в иллюзии находится, да, вот то, что реально, то реально вам не будет все. И вот, собственно, так важно поэтому понять, а что же конкретно, вот что конкретно вас так отвращает, например, от реального мира, да, что вы готовы жить такой иллюзией. Почему иллюзия для вас предпочтительнее, чем реальный мир. вот. Дальше. Так, на дню это как наркотик, настроение поднимается, смотрев статус и фотографии, почти каждый час тянет. Ну там это вы были, вероятно, все-все-все к человеку привязанным. Вопрос, опять же, сейчас заключается в том, каков характер привязанности. То есть тянет, тянет, это потребность. То есть тянет, это потребность. Это не любовь, это именно потребность. Вот. И вам очень важно определить эту потребность. Для себя же, чтобы лучше ориентироваться в ней. Ээээ. Вот. В потребности. В своей. Как раз таки. Понимаете. То есть то, что вас тянет, в некотором смысле. Даже хорошо. Потому что позволяет нам определить, что какая причина, например, тяги. С чем она связана тяга, чего вам не хватает, ну в результате чего тяга возникает. Что вы пытаетесь дополучить через тягу. То есть это все очень важные моменты. В этом ключе и нужно двигаться вам. Дальше. Так, мы расстались окончательно, это была его измена. Ушел он. А из-за чего изменил? На фоне чего произошла измена? Кто стал унициатором расставания? Понимаете ли вы их? Почему произошла измена? Почему из-за чего она произошла? Отдается ли вы себе в этом отсчет? Скажем так. Ага. В этом тоже необходимо разобраться. Дальше. Так, я понимаю, где-то точка, адекватная точка. Сейчас только зависит. Как из этого выйти, какие есть методы. Методы могут быть разные. Ты работаешь с чувствами. Это и когнитивная терапия. Это и транзактный анализ. Это и... Очень много методов. Вопрос в том, какой метод пройдет вам. Это нужно разбирать и выявлять в личной беседе. И уже после этого смотреть и работать. Ну так. Так что... Подумайте пока что над тем... Над теми вопросами, которые я задал вам. Вот. Проведите анализ ваших отношений, из-за чего человек вам изменял, например. И после этого уже, значит, со всей этой информацией, да, обращайтесь к психологу. Не для того, чтобы избавиться от зависимости, да. В первую очередь, чтобы... Чтобы что? Вот. А зачем? 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 Зачем вам это? Какой? Какой мотив? Вау. Именно мотив. Какой. Понимаете? Вот. На мой взгляд, это... это... очень важно. понять. Вам. 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 Для себя. Очень важно понять. что вы будете делать? Что вы будете делать, когда... собственно... зависимости не станут. Больше. 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 Думаю, что без этого... Без этой... Скажем так. Без этой ориентировки... вас ничего не выйдет. К сожалению. к сожалению. Вот. Так что, я думаю, мой ответ будет именно таким. Не совсем понятен, как бы вот, смысл вашего вопроса, да, то есть, ну, вы говорите, какие есть методы. Я, честно говоря, вот не думаю, что методы, которые есть, они вам не помогут в этом смысле. То есть, они, они есть методы, понимаете, методы-то есть, но знание о них, знание о них, вам, вам ничего не даст. Вот. Так что, рассмотрите возможность для себя поработать всё же с психологом, да, и тогда вам будет оказана помощь. Вот то самое, которое вам необходимо сейчас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я понимаю, что мой ответ проблему не решает. Вот. Я понимаю сейчас. Но я хочу сказать, что любая зависимость, если она, вот, возникла, да, у вас она, у вас она возникла, зависимость. Ну, вот. Ну, так получилось. Так получилось, да. Так получилось, что она возникла. Любая зависимость, если она возникает, она возникает не просто так. То есть, у зависимости есть причина. Вот. И вот причины зависимости, они на самом деле таковы, да, они на самом деле таковы, что появляются не сразу. То есть, это не то, что появилось вот в сию минуту, да, сейчас. Нет, нет. Это то, что появилось раньше ещё. Скорее всего, до того, до того, как вся эта история началась. Ну, вся эта история началась у вас. Вот. Понимаете? Какая штука. А это значит, что проблема не в этом. Ситуация с молодым человеком всего лишь только показала. Показала и продемонстрировала, что да, какие-то вот проблемы у вас есть, да. Но что это? Страх одиночества, неверное в себе, потребность в любви, ещё какая-то потребность, да? Это нужно выяснять. И корректировать. То есть, адекватно для вас удовлетворять. Это самое потребность. Вот, в принципе, так. На мой взгляд, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...